Омский дизайнер впервые представит свою коллекцию одежды на неделе моды в Риме. Об этом эксперты рассказали в международном пресс-центре МКР-Медиа. Студентка третьего курса ОМГТУ, призер Всероссийского фестиваля «Сибирская этника». По словам дизайнеров, сейчас все больше людей предпочитает заказывать эксклюзивную одежду. Чем вдохновляются омские модельеры и следят ли горожане за трендами в нашем сюжете? Блеской шуршания этот костюм из коллекции «Майя» начинающий дизайнер Виктория Вейгант покажет на неделе моды в Риме. Именно ее выбрали представлять Омск в Италии. Основную работу девушка делала вручную. Допустим, чтобы добиться этого силуэта, трапеции, я соединила две ткани, неопрен и жаккард. Соединяла их вручную стеклярусом, то есть я их не проклеивала. Если видно, то глазки у стрекоза, они полностью сделаны из стекляруса, я пришивала две ткани. А чтобы добиться, не случайно моя коллекция будет называться «Майя», потому что это насекомые, это их фактура, их летящее звучание. Впрочем, как говорит сама Виктория, носить такие вещи в повседневной жизни – отдельное искусство. Из-за объемных форм сидеть в таком пальто не очень удобно. Да и сами ткани довольно тяжелые. Так что этот лук скорее на выход в свет. Сегодня модные тенденции большинству омещей диктуют крупные магазины. Их не так много, как в столице, поэтому вероятность встретить что-то похожее на улицах очень высока. Владелец собственного модного дома, дизайнер Ермек Хапизов, говорит, сегодня люди готовы тратить деньги на эксклюзивную одежду. Но вот экстравагантные вещи носят единицы. Это пальто стоит 7 тысяч рублей, изготовлено оно из итальянской ткани, в состав которой входят пайетки. Впрочем, пока немногие омечи готовы покупать такие яркие вещи, люди предпочитают более практичную одежду. И все же серости во внешнем виде омечей становится меньше, уверен дизайнер. Яркие пальто, зеленые, красные, оранжевые. То есть я видел довольно-таки яркие пальто на девушках. И как раз-таки с помощью этого изделия, этого ассортимента одежды, девушки стали подчеркивать свою индивидуальность. Стали подчеркивать свое, хоть и небольшое, но причастие к моде. Парни отказались от бесформенных одежд и стали носить более яркие, к примеру, мужские пиджаки, блейзеры. И в последнее время я заметил, что эта тенденция развивается в направлении трикотажа. Дизайнеры советуют, чтобы выглядеть хорошо, достаточно иметь несколько базовых комплектов и чередовать их между собой. Впрочем, иногда для того, чтобы выделиться из толпы, достаточно и одной детали. Будь то элегантный ремень, винтажная брошка или оригинальный шарф. А вот слепо следовать модным тенденциям не стоит. Нужно выбирать то, что подчеркнет вашу индивидуальность. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.